Привет всем! Сейчас будем готовить говядину, мариновать сначала, а завтра будем готовить. Нам для этого понадобится мясо, пакет с лафановой и соевый соус. В итоге берем в пакет, накладываем мясо. Почему в пакет? Из-за того, что чтобы было экономно нам много своего соуса не расходовать. Говядинка хорошая, вот такая мраморная, можно сказать. Кусочки все хорошенькие, стейки. У нас маринад получился. Воздух вытаскиваем весь. В принципе, положим в холодильник и завтра начнем готовить. Я сейчас вечер, а завтра, в течение дня, я включусь и покажу. Мясо у нас промариновалось. Достаем его из пакета. Вот в таком оно виде. Укладываем уже... Я взял лоточек, вот так вот сделал. Он стеклянный, специально для духовки. Выкладываем мясо. Надо уместить его. Так, выложили мясо. Дальше я уже подготовил помидоры. Мелкими кубиками нарезал. Вот. И надо чесночок натереть на терочке. Вот на этой, на такой. Так, сейчас натру и включусь. Одну чесночинку я натер. В итоге надо 4 штучки. Много не надо. Это так для вкуса, для пикантности. Затираю последний чесночок. Чесночок. Получилось вот совсем немного. Вот. Добавляю помидоры уже нарезанные. Дальше, что мы с вами делаем. Берем сыр. Сыр стоит 60 рублей. Такая упаковочка. И не надо мучиться. Ножницы не режут эти. Вот такими возьму. Попробую. Порвем так. В итоге купил сыр сливочный, тертый, уже готовый. Нам надо половинку этой пачки сюда добавить. Вот примерно вот столько. Дальше, что делаем. Берем майонез. И делаем по консистенции примерно как салат оливье, чтобы было. Ой. И начинаем размешивать. Берем ложку. Ничего сложного нету. Времени мало занимает. Единственное то, что, конечно, мариновать. Почему я мариную в соевом соусе? Мясо становится мягкое. Можно даже деснами есть, у кого зубов нету. Всем нравится. Без соли, без ничего, без перца. Достаточно такой консистенции. Попробовал. В итоге, думаю, сыра много не бывает. Добавил все остальное. И сейчас перемешиваем. Это на любителя, кто любит много сыра. Я люблю, жена любит. Меня приучила раньше. Я вообще сыр не любил. А так, когда начали уже вместе жить, уже полюбил. И жену, и сыр. Теперь плотно эту шубу кладем, выкладываем сверху на мясо. Дальше выложу, включусь. В итоге все обваливаем этой шубой, чтобы она при жарке выделит сок и начнет пропитывать. Это шуба, мясо все очень вкусно делать. Все, мы это дело с шубой уже все сделали. И теперь убираем в духовку на разогретую 200 градусов на 40 минут. В итоге не обязательно делать говядину, можно и свинину также. Вот эта вся шуба подходит под любое мясо. Очень вкусно, рекомендую. Так, все, убираем в духовку. Так, ставим в духовку. Все, и забываем на 40 минут. Так, в итоге было принято решение час мяса готовить. Потому что мясо разное, все, смотрите, сами по готовности. Добавили мы температуру. Поставили на 140 градусов. С жижицей. Вещь очень вкусная, рекомендую. Идет гарниру, к любому подходит. И к рису, и к картошке, кто с чем любит, и с гречкой. Даже это, в принципе, это праздничное блюдо. Вот, наше мясо готово. Все, всем желаю счастья, удачи. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому нет дизлайки, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик оповещения. Все, всем пока. Продолжение следует...